Мы сейчас на территории эксперимента, хотим прогнуться под вангоговской зеленой гаммой. Как он писал свои поля в конце жизни. И вот я взяла кадмилимонный, индиго и берлинскую лазурь. Попробую блок деревьев сделать этой краской. Получилась, смотрите, какая. На какой-то старой работе. Субтитры создавал DimaTorzok Довольно-таки пустозненько балуемся. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Так, улочка принеси мне, пожалуйста, вон пачка влажных салфеток. Следующий цвет. Я тебя позвоню, когда я следующий цвет возьму. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Все, спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok потом когда закончу покажу вам делаю пастозные мазки потому что очень пастозный подмалевок старая какая-то работа которая имеет право быть записанной и вот это смешение синих голубых и желтых дает нам такой прелестный цвет на переднем плане так я так понимаю что ван гог товарищ винсент он гонялся за самим красивым цветом вот мы сейчас с вами тоже попытаемся сам красивый цвет съедобный такой что прям хочется его ну как сказать сделать своей собственностью пациент потом посмотрим что мы с этим подмалевочком может моего лезвием или газетой расправим а может быть и такие мы оставим так вот давайте вот этот ну что здесь деревца тоже требуют немножко деревец требует этого цвета немного верхушки вот здесь немного еще типа сад такой вот главное выбраться из этой сиренево-осеней территории и сделать весенний летний сад травы травы очень важны травы и вот смотрите мы когда все забрали уже все пастозные мазочки пастозные мазочки закинули сюда мы спокойненько можем двигаться с вами дальше в основную красивую территорию которую мы назовем первые травы вот они такие знаете настолько по цвету короче не жухлые не побитые солнцем знаете только вы зелезли из под земли только вот мы с вами видите как использовали красочку передо мной и маленькая палитра и большая я вот пытаюсь на маленькой я первый раз так делаю что я пытаюсь на маленьком блюдце намесить отдельный цвет это очень удобно чем пачкать всю большую палитру смотрите мы должны иметь и маленькую и большую палитра чку и вот кто нам мешает попробовать действовать как ван гог температура живописная поднимается действовать так ну что покажу я вам конечно этот пейзаж который в очень хорошем качестве напечатан вот в этой вот в этой книжечке вот он хочу такую цветовой нашлепочек дать ему кого покажи этот пейзаж посреди какой он стопроцентно воспринимаемый нашим нашими всеми чувствами даже хочется поваляться в этой траве так понюхать эти цветы пробуем так следующий запачкаем книгу которую павел привез нам из голландии поэтому там очень красивые световые близкие приближенные к настоящим световые отношения опять беру эту небесно-голубую попробую ее еще вот сюда дать ну знаете здесь наверное не обойтись без неаполитанской мы сейчас попробуем так вот взяла небесно-голубую беру 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 белила и к ней буду подмешивать охру желтую попробую подмешивать охра желтая если не удастся начну подмешивать еще лимон очко да рановато 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 хотя этот цвет может пойти знаете куда посреди какой цвет получился красивый кто бы мог подумать что из небесно-голубой и знаете куда этот цвет затолкаю вот здесь вот такие хорошие есть расцветшие петушки у него в саду пусть будут и сюда немножко так но этого цвета и буду дальше продолжать работать с ним так а сами начнем очень нежно и аккуратно добавлять лимон очко лимон очко это всегда солнце подавать лимон очко многовато добавили лимон очки хотя посмотрим пробуем мазануть хорошо такой цвет хорошо но более разбеленный и еще немножко не пожалеем с руле ума копилюшечку дадим видите как мы имеем право на эксперимент правильно эксперимент у нас это свободное рисование без того чтобы что-то преподавать или что-то говорить стопроцентно правильно хотим играемся тем более что мы сейчас на свободе на природе мы выехали на пленэр то мы пробуем этот цвет вот хороший съедобный давайте и вот он действовал такими мазками я сейчас вам показываю какими мазками он действовал там хорошее разрешение кто-то хорошо сфотографировал эту работу и прям вот она пошла и дачная территория там выезжал прованс травы прованса ну вот сейчас поиграемся еще холоднее сделаем немножко травы ну там еще запустил розовый сад вот здесь посмотрим запустим конечно нам все цветовую гамму надо у него позаимствовать позаимствовать еще немножко добавляем еще холоднее добавляем белилок немного и небесно-голубой небесно-голубой вот он и сейчас вот вот светло-холодная зелень она вот здесь идет смотрите где добавим ее сейчас я размешаю так светло-холодная зелень ну-ка попробую эх холодновато добавлю лимонки лимонки лимоночка здесь вот самый такой красивый цвет солнечный идет сейчас мы его доберем лимонки ну-ка мазочек белилок больше не пожалеть белилок все равно я взяла колонковую кисть потому что мне надо чувствовать масляную краску как следует это только колоночек так о вот она смотрите какая съедобненькая ну-ка давайте съедобный солнечный свет и немного там вкрапление будет цветов так вот так и так нет и то поши вот и это и вenser венчат там Это вот холст. Холст. Надо оставить вкрапление цветов. Холст. Так. Молодцы. Вовочка, знаешь, что мне неси? Какой-нибудь холстик маленький. У меня здесь осталась краска. Эти холстики у нас стоят в спальне под окном. А сами мы с вами возьмем и вот у этих немного дадим света еще больше. И что мы им еще дадим? Вот что мы им дадим. Мы им дадим стволы. Любой маленький. У нас здесь после художественной школы осталось немного холстиков. И имеем право замерзукать. Например, вот этот. Вот, посмотрите. Имеем право. Смотри, Вовочка, хороший цвет. Хороший, хороший. Мне нравится. Съедобный, как ты говоришь. Ван Гоговский. Вот съедобненький цвет. Сейчас очень важно будет еще небо сделать. Поэтому мы с вами. Небо уже практически готово. Мы уже в такие мосты. Не, не, не. Вот небо должно быть. Я шучу. Да. Это грузовое небо. Нам надо нежное, как у Ван Гога. Сейчас я накидаю сюда поля маковые. На какую-то старую работку вот так можно. То, что остается. Краску жалко. А так мы ее маковые поля будут у нас. Посмотрите, какая. Эти будем действовать по красоте каждой краски. Ну, а потом еще и вдобавок по соединению красок между собой тоже надо действовать. как в салатик не даем ничего лишнего, кроме тех овощей, которые туда идут. Заодно запоминаем, какие мы делаем. Может, вот когда вам преподаем, в ауруме, мы не имеем права там сильно отходить от этой палитры, которую мы вам предоставили. Сейчас вот мы имеем право поэкспериментировать, когда мы на воле. То есть, этот мастер-класс такой спонтанный, мы можем назвать как? Эксперимент. Это экспериментальная мастерская, тоже как черепаху, помнишь, мы делали? У нас никто не трогал. Мы с тобой поэкспериментировали и очень даже хорошо. Так, ну что, я прям сюда намесю, знаете, мне надо найти, знаешь что, ну иди мне, мой друг, неаполитанскую. Сможешь среди вот той тучи? А вот есть? Да, я брала неаполитанская палевая было бы лучше всего. Потому что здесь вот такое, он имел привычку делать молочное небо. Знаешь, можно белилом это сделать, но хочется еще в легких путей. Ну хочется же интересного чего-то. Неаполитанскую. А я пока с этого позволения о, трубочка нашел неаполитанскую телесную. Хорошо. Палевая? Интересная. Телесная? Ну, значит, телесная. Да, придется вот так изменить. Повытирать. Видите, как хорошо мы еще поняли какую вещь в экспериментальной мастерской. Мы еще поняли, что надо иметь две палитры. Смотрите, большая для живописи, маленькая для подмалевков. Вот. И ни в коем случае не выбрасывайте старые кисти. Вот они. Они для подмалевков замечательные. Разводим дальше. Вот нашли невозможную краску, которая называется неаполитанская. неаполитанская. Она, знаете, как замазка неаполитанская. Еще и вдобавок она не хочет выдавливаться. Сейчас мы ее на маленькое блюдце пробуем. сейчас мы ее всю используем. Знаете, мы уже настолько привыкли в грибовке писать морские пейзажи, что нам сейчас для эксперимента было бы неплохо пописать пейзажи полевые. Так, вот я хочу взять индиго капелюшечку совсем. я взяла неаполитанская и индиго. Вот, смотрите, какую я сделала красочку. Вот она как раз она и есть. Вова, посмотри. Ох, хороша. Только сейчас попробуем. Ох, точно она. так, там домики у него идут, а это индиго сделала неаполитанскую, посмотрите, какой палевой. И нам надо из нее сделать, просто закрасить по-наглому небо. и даже еще, знаете, чтобы подспуститься немножко между деревьями. Там еще домики у него есть. еще домики сделаем. Так, вот, посмотрите, какая красота получается по цвету. неаполитанская и капелюшка индиго, которой пользуется все время наш друг Эдик Пароник. Он только индиго и пользуется. Так, это не свойственные нам краски, но они у нас оказались, потому что нам подарили эти краски семья Никитина. После Саши остались красочки. Так, вот здесь вот у нас какой-то там дом пошел. В общем, вот так вот и идет тот дом. Вот так, 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 так. Вот он. И посмотрите, куда еще идет эта краска? она идет как вовнутрь деревьев, как будто они просвечиваются. сейчас, скорее всего, что нам уже этой краски не хватит. Вот как запомнить, что мы такие краски смешиваем? Хоть бери и записывай. Я буду все. Вот здесь еще они идут эти не полетанцы. Да не надо, эксперимент на записи останется. Ты же проговариваешь. так. Хорошо. Кто у нас еще хочет попасть сюда? Еще хочет дом попасть. Сейчас мы в этот дом, там точно охра пойдем. Давайте попробуем охру желтую дать. Потом можем дать белило и запачкать это все чем-нибудь синеньким. Например, например, кобальтом синим средним. попробуем. Там еще дом у нас должен быть. Так, сильно охристая получилась территория. А нам надо попробовать. Не-не-не-не-не, это не оно. Так, Волочка, мне так жалко это белило цинковые пользоваться. У нас нет титановых там нигде. Где-то было столько титановых. Сейчас попробую титановые найти. Давай я попробую. А нету. На, титановые. О! Еще если неаполитан найдешь, будет хорошо. Вот взяла ненужные титановые для подмалевочка. Вот сейчас вы посмотрите, какие они противники, эти титановые. Марс черный. Что там? Марс черный. О! Он очень хороший. Давай Марс черный сюда мне палитру кидай. Посмотрите, какие титановые противные. Вот вы меня спрашивали, почему нельзя титановые. Посмотрите, они комочками такими жуткими. И вообще, да, и вообще, посмотрите, они не человеческие. Белила. А ну-ка попробуем цвет. О! Цвет получился. Хорошенький. Правда, туда надо немножко изумрудочки дать. Или какой-то голубой ФЦ, что ли. Давайте попробуем. Сейчас, сейчас, секундочку. Так, сейчас мы попробуем знать, что тут дать. Коплюшку берлинской лазори. Коплюшечку совсем. О! Запачкаем. О! Холодом. Ну, еще было бы неплохо. Чуть-чуть изумрудочки дать. Мы сейчас примерим. Знаете, это еще один цвет, который надо примерять. Примерять. Ну-ка. Без изумрудки не обойдемся. Мерите, нет. О! Смотрите, что у нас еще есть. У нас еще есть бирюзовая. Ну-ка, давайте. Недаром же Саша нам оставил столько красок для эксперимента. О! Намесили бирюзовенькую. Холоднее сделали, а мы сейчас примерим. Надо мышечный очень каркас иметь для того, чтобы столько краски месить. А ну-ка, давайте. Вот. Да, вы знаете, очень подходит под этот дом. Давайте. сколько мы там намесили уже красочек. Ай-яй-яй. Похоже на этот. Поэтому. Поэтому. Все-таки вот та охрочка желтая, она хорошая была. сейчас для интереса знаете, какой еще дам капелюшку лимонной. Только это сильно много я дала. Сейчас мы немного дадим лимонной. лимонной. А Ван Гог что? Ему Тео поставлял краски. Винсент. Он ему писал письма любовные своему брату. Вот. Вот этот цвет. Вот он. Я его нашла. вот он этот цвет. Дом. Дом там сзади падать стоять. Смотрим никакие цвета не совпадают. совпадают. Берем и закрашиваем. Посмотрите какой хороший. Да Вова вот он дом. Сейчас мы прям из этого сделаем крышу и окна. Чуть больше все-таки лимоночки. Или охра желтая надо добавлять. Конечно если его так писать то можно как вам сказать стать вам гогом. В душе. В душе. Ну что где-то еще хочется такой цвет дать. А теперь мы в этот цвет для крыши дадим то что мы всегда хотели дать. Нашу изумрудку. знаете как я выдавлю на тарелку большую буду подтягивать этот цвет. сейчас я буду подтягивать этот цвет вот он еще наверное скорее всего что надо будет еще какого-то синенького ну-ка сейчас синенький может быть да а то сильно с этим спорить сейчас 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 у нас синенький хороший знаете кто берлинская лазурь сейчас мы ее попробуем добирать так синенький так еще еще ну-ка никуда не попадает попадает немножко поэтому еще добавляю крыша и вот этот вот эта штучка тоже она такая синеватая кусок здания еще берлинской даю там у нас это здание идет вот здесь она идет еще еще вот как хорошо берлинская лазурь пошла она просто гениальненько вот она там вот такое здание еще идет сзади здесь вот есть еще кусок какого-то сарайчика посмотрим давайте потемнее потемнее хочется чем хороший Ван Гог он беспрерывно экспериментировал с красочным слоем и вот старался его сделать даже в одной работе такой медитативно различным в принципе все цветовики так действовали о посмотрите какая цветовая гамма получилась приятненькая да там еще окна окна есть вот здесь окно давайте мы это окно сделаем темнее знаете чем все таки мне понравилось работать с охрой желтой сейчас чуть-чуть сюда и немного на палитру чтобы добирать ее берлинская узорь и охра желтая так кто кто мог подумать да что такая будет зеленуха интересная а ван го к себе экспериментировал как хотел так вот окно хорошее прямоугольничек окна можно еще потемнее немного дать я туда и изумрудочку второе окно дом что-то такое делает я знаю что он делает он делает геометризацию пространства да если мы хотим сад нарисовать с цветами обязательно где-то должно геометризировать хотя бы нам еще что-то дать вот здесь у нас такая темная штучка есть не знаю что это такое а ворота вот здесь ворота идут давайте попробуем эти ворота сделать как типа знаете вход в калитку вот вот смотрите видите какой цвет сейчас мы это все приведем в порядок немножко а потом запустим цветы давайте вот это чтобы не пропало сейчас мы наш холстик который здесь у нас лежит попробуем его сюда дать по краям такой учился знаете патиновый цвет здесь дадим свет вот 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 такой потом позже а небо дадим неаполитанам и будет хороший пейзаж так ну что спасибо этому цвету и вытерли возьмем немножко лезвием поработаем знаете почему хочется привести в порядок энергию мазка где наши петли не знаю что здесь были другие взяли допустим Володя начал бы вот так делать Володя дудник дудник ну и что и лопаточка была бы видна можно конечно поэкспериментировать кто хочет типа каждый мазок делаем глянцевый так ну я пойду наверное с неба начну пушу ниже чтобы закайфовать сейчас сплошной кайф по цвету да хорошо да очень хорошо и вот смотри попало в ван гога да я сейчас поставлю тебе один цвет если ты мне дашь кадмий красный и кадмий и и храплак розовый я сейчас покажу что там должны быть еще розочки красивые кадмий красный и храплак розовый и вот здесь даже темный да давай темный дать так сейчас один цвет еще покажем вам как запустить туда фиолетовый прочный давай сюда вот вот здесь будут смотрите вон они даже кадмий красный темный он такой красивый вот они хорошо ладно смотри я вот поставила смотри немножко вот этого цвета посмотри как хорошо а сейчас мы вот с вами чем займемся тем что мы любим делать с самого начала укладывать мазочки наши так чтобы нам кайф был беспрерывный так и мы убираем ох небо даже возможно пусть тот нижний подмалевочек чуть-чуть играется выглядывая оттуда вот так вот мы и вороем у старых мастеров их знания как они воровали у своих предшественников так вот это вот зданица оно там пойдет спокойненько по вертикали и вон оно и вот там пойдет чуть-чуть по вертикали пусть оно вот так и пойдет так а теперь вот кто у нас деревца пишем их уже превращаясь в деревца и оно равно подб Bill может подбел это говорит он что подбел и говорит в нам сейчас подбел он он еще деревца хочу делать крыша оставляю немножко того синенького там здесь кубальт фиолетовый потом дам потом вот эта штучка вот она вход в калитку будет ну что поднимем хотя хотела бы я вот кого сделать дом по прижимать хоть чуть-чуть дом по прижимаю окна и здесь такой куст какой то есть пепельный красот сюда пойдет этот цвет подниму не знаю не знаю что происходит пробуем пробуем оставить эту прелестную цветовую гамму не испортив это же живопись там все друг друга перекрикивает и сотрудничает одновременно так ну что пойдем мы вот на эти травы я их хочу знаете как я их хочу поперек побить вот так действительно чтобы это были травы такими знаете как будто бы снопиками вот так вот так и тоже и и и и и и и розы розарий и какой-то куст и там сзади сейчас посадим еще знаете что петушки петушки поэтому возьмем кисточку кисточку взять колонковую сейчас возьмем плоскую вот она и всегда мы не знали куда девать кадный красный темный а теперь знаем ой да какая красочка сейчас белила мне нужны цинковые они титановые вот они сейчас мы посадим с вами розы кроплачок ой вернее кадмий красный темный и вот смотрите мне надо вот так их посадить вот так сажаем такой ромбик давайте кадмий красный темный белила учатся такие холодненькие яркие мазочки впереди немного потемнее и по больше вот такой вот как такой выдвигающийся ромб и потом он знаете еще этот ромб вот куда идет как бы перечеркивая это все эту красоту и давайте вот там немного есть парочку вот таких прям кадмий красный темный и вот так два три потом там идет знаете какой цвет сейчас вам скажу потом идет кобальт зеленый в разбиле еще и вдобавок чуть-чуть еще добавим чего-то вот он может лимон очки немножко а может быть и нет сейчас попрошу попробую смотрите здесь хобальт зеленый в разбиле посмотрите какой типа тоже да тут какие-то цветы холодные он они мне нравятся эти этот цвет здесь на переднем плане чуть-чуть лимонки дала опасно опасно лимонку давать все-таки они холодные и вот здесь вот такой вот куст есть холодненький и в то же время пепельный мы его сейчас прижмем и он будет хороший потом теперь нам надо почти белый почти чисто белый цвет знаете еще куда нам этот цвет надо вот сюда приземлить дом нам надо вот приземлить дом и стволы деревьев поярче и даже и даже вот здесь такого пепельненького немного ну что последний акцент это почти белила с небольшим количеством лимонки и прям вот сюда высаживаем цветы не боимся высаживаем вон они эти цветы должны знаете быть таким ромбом которые идут давайте пусть этот ромб идет перечеркивает немного еще нам надо вот куда парочку сейчас это прижмем и у нас не будет такого активного там тоже ножка будут некоторые свисты растенец и самое интересное сейчас будет знаете что сейчас вам скажу давайте еще белилок отдельно и состряпаем с вами очень красивый цвет который называется цветущие петушки один раз психанем возьмем краплак фиолетовый и небесно-голубым небесно-голубым с белилком а ну-ка вечно вот этот цвет который нам нужен бог так ну что вон они там посмелее можно цвет дать посмелее там растут фиолетовые ирисы вот главное не перебить вот эту красоту ничем и вот здесь вот кстати эти фиолетовые ирисы будут здесь нужно приземлить приземлить немножко наши цветы здесь приземлю как вы думаете изумрудка краплак фиолетовый фиолетовый вот это такая грядочка пошла где бы нам еще приземлить приземлить приземлим немного и вот здесь вот как ни странно какое-то такое вот выглядывание какого-то растенец изумрудка лангога листья которого темные И вот очень хороший цвет получается изумрудка, кропочек. Будем, наверное, заканчивать это все, потому что все хорошо в меру. Давайте хоть немножко наши поприжимаем. Не опасно ли их поприжимать? Цветы. Убираем остервенелый мазок и делаем приятно. Почти глянцевый. Не забываем, что это травы. Почти глянцевый мазок и делаем. Вытираем. Еще немножко поприжимаем. Те цветы дальние. Может быть, где-нибудь еще их. Там пусть они... Кто нам еще нужен? Нам нужно еще очень нежно поприжимать вот кого. Этот ромб цветной. Видите, я все время вытираю лезвико. Шикарный вангох получился. Вангог. Но мне одно место, Волочка, не нравится. Сейчас я тебе покажу. Слева разбелена. Вот здесь мне надо дать вот такой цвет, как там. А, я вижу, что ты хочешь, чтобы я этот куст немного... Да, его надо структурировать в пространстве. Да. А вот то место, которое тебе не нравится, мне кажется, оно должно быть... Вот здесь мне надо вот этот цвет взять. Оно какое-то более палевое, что ли? Да, да. Мне надо впалевый цвет. Сейчас еще один намесить. Сейчас намесим. Так, шикарный вангог получился. Так, шикарный вангог. Шикарный вангог получился. У нас еще есть с тобой, знаешь кто, газета. Газета нам поможет избавиться от... Сами знаете чего. Мочка, ну-ка, стой, мне надо отодвинуться. Или я вот это лучше отодвину? Это без разницы, не трогай лучше. Давай я отодвинуться. Мне надо отодвинуться. Мне от камеры отодвинуться. Скидай. Ну, будет избавиться от ножа. Очень нежно. Так, шикарный вангог. А вот мраморные длинцы ныне, не знаю, не знаю. Нет, я пособрану здесь неуместно. Это же вангог. Это же должен быть живой зажог. Понимаешь? Ну, здесь уже живого нет, потому что мы его прибили. Сейчас я попытаюсь этот цвет, который мне нравится, дать последним и правильным. Для этого мне нужно... Он почти... Сейчас я скажу, какой. Он почти салатовый, но пепельный. Чем это делаю? Я же не знаю. Ну, опять же... Сейчас... Вот он. И буду добавлять... Смотрите, вот он, да? Буду по чуть-чуть добавлять лимонки. По чуть-чуть. Ну-ка. Уже близко еще лимоночки. Небесно-голубая лимоночка. Еще капелюшку и все. То есть мы не разбелом работаем, а соединением двух таких сильнейших противоположностей. Вот он. Нашла. Ну что? Здесь он идет вот просто вот такими вот... Смотрите. Сладенькими мазками. Травой, травой. Еще лимоночки хочется чуть-чуть. Так, ну что? Пишем. Теперь пишем колонковой кистью. Теперь превращаемся в травы. О, ну посмотри, попала я. Еще полевее хочется. Еще полевее? Да, чуть-чуть от неба рефлекс. Пожалуйста, сейчас я сделаю полевее. На тебе туда. Неполитанки чуть-чуть. Вот. Вот. О-о-о. Эх. Опасно, Омочка. Опасно. Неполитанки. Опасно. Так, я подмешиваю. Вот он. Лук. Трава, 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 трава. Трава, 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 трава. Оксфер. Трава, трава. Хорошенький. Здесь вот что-то пепельного, да, внизу. Сейчас, мы внизу вот здесь вот немножко пепельного дадим. Такого, знаете, фиолетовенького, вон оно. Вот такого, да? А вот это деревья. Деревья, и там дом укоренился. Там дом укоренился, у меня для дома уже нет сил. Вот мне нравятся вот эти вот сиреневые вот здесь на переднем фоне. Вот я стою издали прищурившись, очень здорово. Ну, такое хочется войти туда, в эту картину. Вот цвет, главное цвет. Цвет, да. То есть, вот это, конечно, полезная очень, получается, полезная студия для того, чтобы понять, как Ван Гог оперировал цветом для воздействия на зрителя. Это очень, конечно, здорово. Он прям вот туда заставлял счастливеть. Да, это такой этюдик на меньше, чем на два часа получается, но очень полезный. В дальнейшем можно использовать этот навык. Вот еще немного дам яркости этим, как называется, петушкам. А вот скажи мне, Владимир, мне эти мазочки все-таки чуть-чуть... Кое-где, посмотри где, где-то привести в порядок. Травы. Особенно, может быть, на периферии, чтобы сделать размытие такое. Травы. Травы. Монгоговские травы. Как иначе понять, как он действовал, да? Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...